Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня я расскажу о своих секретиках красоты и поделюсь лучшими приемами в макияже и уходе за собой, которые я с удовольствием использую каждый день. Правильно подобранный коричневый матовый оттенок поможет вам сэкономить далеко не на одном косметическом продукте. Как видите, у меня есть такой любимчик среди своих палеток теней. Таким коричневым оттенком можно выделять складку верхнего века, обрисовывая глазное яблоко. Также им очень удобно выделять брови, при этом они получаются максимально натуральными. Теми же тенями можно контурировать форму и длину носа, при этом вам нужно только менять кисточки. Скоро на моем канале будет видео о правильном контурировании носа. Коричневый матовый оттенок можно даже использовать для контурирования формы лица. Я выделяю этим оттенком область под скулами. И вот получается неплохой такой контуринг. Бывает такое, что тени очень плохо переносятся на века. Цвет практически не виден. В данном случае у меня кисть синтетического ворса, которая не особо любит переносить пудровые текстуры. А особенно матовые оттенки. Тени выглядят не очень пигментированными. А что будет, если я сделаю эту кисть немножко влажной? Я промакиваю ее ватным диском с почином водой. Совсем-совсем легонечко. И теперь цвет у нас получается очень интенсивный и красивый. Точно такой же, как в палетке теней. Вот таким вот влажным способом можно добавить теням пигментации и яркости. Я считаю, что в косметичке каждой девушки должен быть светлый карандаш. А лучше, когда он бежевый или даже с легким розовым оттенком. Он так же, как и коричневые тени, является незаменимым в макияже. Я люблю его наносить на внутреннюю часть глаза, чтобы придать свежести взгляду. Тот же карандашик можно наносить на слизистую нижнего века. При этом взгляд как будто распахнутый становится. И даже нанести его под бровь, чтобы добавить им четкости и более красивой формы. Светлым карандашиком можно также добавить объем губам. А что, если я нанесу его на галочку над верхней губой? Теперь нужно все растушевать и посмотрите, насколько объемнее становятся губки. Я думаю, у каждой из нас возникал вопрос, как быстро нарисовать ровные красивые стрелки. А для того, чтобы это сделать, вам понадобится обычный канцелярский скотч. Берем его маленький кусочек и прилепляем себе на руку. Для того, чтобы убрать остатки лишнего клея. Теперь берем этот кусочек скотча и подкладываем как бы под глаз. Под тем углом, под которым вы бы хотели, чтобы были ваши стрелочки. А теперь, как по трафарету, обрисовываю глаз жидко-черной подводкой. Легким движением руки я снимаю скотч и в итоге получаю красивые ровные стрелки. Я думаю, у каждой из нас бывает ситуация, когда тушь через пару использований засыхает. Этот трюк мне подсказали мои подписчицы. Чтобы освежить тушь, нужно поместить ее под струю теплой воды или, как я, в судочек с теплой водичкой. То же самое можно проделывать с подводкой. Только не забывайте плотно закрывать все крышечки. И вот теперь она рисует почти как новая. Иногда мне трудно подобрать цвет румян так, чтобы она гармонично смотрелась с моей помадой. В этом случае я могу использовать свою помаду и для губ, и для щечек. Наношу ее точками на яблочки и хорошенько растушевываю. И вот, можно экономить и на румянах. Переходим к губам. Я использую всю ту же помаду. Она дает красивый, блестящий, глянцевый финиш. Но что если мне надоел блеск? Да и в тренде сейчас матовые помады. Для следующего трюка вам понадобится обычная пудра для лица. Наношу ее пальчиком на губы, при этом помада постепенно превращается в матовую. Так помада становится более стойкой, а оттенок более носибельным и благородным. Так как мы закончили с макияжем, пора переходить к прическе. Я распускаю волосы и замечаю, что корни у меня не совсем свежие. Мыть голову особо некогда, а сухой шампунь стоит далеко не дешево. Я решаю заменить его обычной присыпкой для детей. Она отлично впитывает излишки шира, при этом корни волос становятся более матовые и волосы кажутся более чистыми. Заметьте, у меня темные корни волос и даже белая присыпка на них не видна. Главное хорошенечко помассировать кожу головы и распределить присыпку по волосам. Вот теперь все готово. Как по мне, выглядит неплохо. Думаю, самое время переодеться. Вот так намного лучше. Я думаю, бывало у всех такое, что просто нечем снять макияж. Или дома закончились все средства, или вы находитесь в гостях. На помощь вам придет любое масло. Конечно, лучше кокосовое или оливковое, но если нет, можно воспользоваться обычным подсолнечным. Наношу его на ватный диск и протираю губы. Посмотрите, моментально все снимается. Это отличная альтернатива двухфазным смывкам. Я смыла помаду и заметила, что у меня появился на губах герпес, или как его нежно называют, огонек. Что же мне делать? Мази у меня нет. На помощь мне придет обычная паста для зубов. Наношу ее совсем немножко на пораженный участок. Она отлично подсушивает и за счет мятного эффекта снимает зуд. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу, под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам огромное еще раз за просмотр. Всех целую. И пока.